Мы встали утром для того, чтобы сделать какие-то дела и пойти с вами к морю, показать море. И стали подписчики присылать вот такие вот вещи. Вот из трагической гибели, значит, меня. Сначала я думала, что это вообще просто кто-то разводит шутка, но стали один человек, второй, третий, четвертый поступать. Мы сразу стали связываться со своими родственниками. У меня папа, ему 93 года, 25-го года рождения. Он сейчас один дома находится, потому что брат поехал рассаду отвозить на дачу. С ним произошло очень плохо. Пока ему объясняли, что это так, не так, он уже в таком состоянии, что вот такие вот вещи говорить человеку пожилому, это вообще крайне опасно. Марина на проекте, звонит Рома нам. Рома, что случилось? Марине плохо. Как можно вот это вот делать и как можно с этим играть? И дать, с этим играть, и дать телефон, и это просто обвал звонков родственников. У нас родственников много, у меня два старших брата, племянники все. Просто подлый поступок очень подлого человека, который непонятно, что ему в жизни не хватает, и который вот такие вещи делает. Действительно ужас. И вас верном перевернули, и нас, и всех наших родственников. И это, я не знаю, что вы человек думаете, что человек скажет там. У меня старший брат плохо себя чувствует, не может дозвониться. Старший сын за рулем может ехать, такую информацию прочитать. Это вообще из рук вон выходящие. Это настолько опасный вариант, что человек другой может, родственников, просто и уйти из жизни. И парализовать может, и сердце может быть плохо. Это уже не смешно. Это уже не то, что она пиарит свою страницу. Я не знаю, для какой цели это надо. Это уже крайне не смешно. Это не то, что не смешно, это подло. Кто-то пишет не его, это она, это Карамель, или Никафра. Это новоиспеченная американка, украинского происхождения. Это человек очень злой. Человек, кстати, очень мстительный. Ты даже местью не назовешь. Я не знаю, что ей в жизни не хватает. У нее четверо детей. Муж за рулем все время, дальнобойщик. И вот, говоря такие вещи, и делает так. Она не осознает, что жизнь, она вещь сложная. И, так сказать, все под одним богом ходим. Что это может аукнуться для нее очень плохо. Для ее семьи, для детей, для мужа. Рикошетом, может, так сказать, ударить и по ней. Может быть, да. Мы, так сказать, единственное, что мы сейчас в Туапсе здесь немножко все это... Мы сейчас хотим... Не сейчас, а пойдем в полицию. В полицию. Напишем заявление. Напишем заявление. Вы нам прислали скрины. Мы от нее лично отписались. Если она, например, там врала в разводе, не в разводе, образование, родилась не там. Это еще можно было терпеть, потому что это выдумка. И то после этого выдумки надо было... Какая выдумка? Это клевета. Клевета. Надо было как-то отбиваться. Отбиваться и оправдываться. Я говорила, это какая-то игра, верю-не верю. Но она с каждым днем все больше, 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 больше накручивает. И сейчас просто стала точка кипения. Такая точка кипения, что она уже подставляет не только меня, а близких людей, которые какое-то отношение ко мне имеют. Мне пишут даже поклонники, которые уважают нашу семью, любят и которые... Я думаю, вы со своей стороны, вы можете тоже коллективно жаловаться. То есть каждый может жаловаться, потому что это угроза здоровью, так сказать. Это, ну, я не знаю, там куча моментов можно найти, вот то, что человек... Еле-еле папу пришлось. Он просто не может слушать. Он просто как невменяемый. Нам целое утро пришлось просто... Так, а соседи звонят, обрывают телефоны. Но здесь уже не до соседей, потому что здесь надо своих родственников уже как-то спасать, уговаривать. Марина на проекте, которая ничего не знает. Звонит Рома. Я говорю, Рома, скажи Марине, что все хорошо. Она говорит, Марина плохо себя чувствует. Разве можно так вообще поступать? Мы идем в отделение милиции. Пока вы нам скрины сбросили, мы насколько можно, настолько будем писать. Пусть они разбираются, потому что этот сайт, ник Афра, есть за никой Афрой. Стоят люди, которые регистрируются на этот сайт. И в конце концов там написано, откуда ветер дует. Америка или Россия. Это Америка. И пусть они разбираются во всяком случае. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok